2. Высокими качествами должны отличаться повествования о великих делах, и для блестящих историй святых нужен блестящий язык и такая же мысль. Мысль, искренне созерцающая священное писание, и язык, ясно толкующий божественные дела. 3. В особенности требует этого подлежащий нам предмет, я разумею, страдания блаженного Иова, осиявшее всю поднебесную, как яркий образец терпения. Конечно, такая задача превышает наши слабые силы, но я твердо уповаю, что благодать Божия даст нам слово не по достоинству говорящего, но по предстательству отцов. 4. Был некий человек в стране Уц. Необходимо прежде всего рассмотреть, какое значение имеет это предисловие, и почему повествователь начинает свой рассказ этими словами «был человек в земле Уц», так как ему предстояло описывать жизнь исключительную и далеко превышающую обычный порядок нашей жизни. 5. То чтобы кто ввиду чрезмерной высоты подвигов не подумал, что дело идет о чуждой, нечеловеческой природе, писатель в предупреждении и обозначил природу, чтобы ты подивился его доблести, что будучи человеком, он возвысился в своей жизни над человеческим уровнем, и хотя имел общую со всеми природу, но возводил свою душу выше мира. 6. Некий человек в стране Уц. Указывает его природу, указывает и страну, из какой он происходил. 7. Если, услышав о нем как в человеке, ты удивляешься, что он в жизни превосходил человека, то узнав, в какой стране противел такой плод, ты еще более должен будешь удивиться тому, что такая роза произросла среди терниев. 8. Вникнет тщательно. Ведь страна была Уц, страна Исава, потому что Уц происходит от Исава. 9. Называется же эта страна страной скверного и порочного Исава, как у апостола сказано, чтобы никакой блудодей или сквернитель, как Исав. 9. Чтобы ты удивлялся, в каком рассаднике злобы процвел такой плод истины. 10. Этого мало. Не только страна Исава его породила, но и самый корень Исавов, потому что он был потомком этого бесславного человека. 10. Писание говорит, что Иов был пятым от Авраама. А как пятым? Послушай, Авраам родил Исаака, Исаак, Исава. 11. Исаф Рагуил, Арагуил, Зару, Азара, Иова. Б. 36-33. Значит, Иов вел свой род от Авраама через Исава. 11. Этот корень указан, чтобы ты удивлялся плоду. 11. Кто был Исав? Блудодей и сквернитель. 12. Кто был Иов? Потомок блудника. Этот человек благочестивый и достойный удивления, являющийся предметом настоящей нашей беседы, говорит, если я ходил глазами моими вслед жены чужой, угодно будет и жена моя пусть служит другому мужу. 31. 9. Исав по своей невоздержности и ненасытности имел многих жен. Его в же соблюдении нравственности ставил законом своей жизни и настолько успевал в этом, что чужая красота не обольщала его блуда и прелюбодеяние. 31. Он удалялся настолько, что не обращал внимания даже и на свободных женщин, так как на девицы еще непросватанных, или говоря еще яснее, настолько далек был от своих замыслов против чужих браков, что даже на незамужнюю девицу, относительно которой не было никакой опасности, не обращал глаза с невоздержанием. 31. Кто об этом свидетельствует? Сам Иов. Я положил, говорит он, завет с очами моими, чтобы не помышлять о девице. 31.1. Смотри, до какой степени строг он во всем, что касается благочестия. 32.1. Он приучает свой глаз подчиняться требованию благочестия, и все члены свои воспитывает в исполнении правды. 33.1. И вот, ведя род свой от блудника, он просиял величайшим благочестием. 34.1. Исаф, что касается его намерений, был даже братоубийцей. 35.1. Конечно, он не привел в исполнение своего замысла, но самое намерение уже должно было вменено в вину. 35.1. И вот, говорит Писание, сказал уже в уме своем Исаф, вот приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего. 36.1. Бытие 27.41. Значит, корень брата-убийца, а цвет этого корня увенчивается за доблесть правды. 37.1. Тот восставал против природы, и брата своего считал чужим для себя, а этот и чужим считал братьями чужих, говоря, 38.1. Я был отцом немощным вместо мужа матери их, расприю которой я не знал и следовал, и исторгал от неправедных. 39.1. И вообще, все чужое уважает, как этот потомок Исафа, чужое делавшего своим. 40.1. Исаф в сердце своем замышлял убить Якова, и он же приносил жертву за сыновей с той мыслью, 41.1. Не свое согрешили ли они в сердце своем, тогда как тот в сердце своем имел попечение об убийстве. 42.1. Этот великий благородный борец, боясь, чтобы дети не восприняли, в сердца своих греховного яда, приносил о них жертву и тельца единого за грех. 43.1. Именно так говорил Иов. 44.1. Может быть, согрешили сыновья мои, или злое помыслили против Бога? 45.1. Подумай, до какой тонкости простиралось у него воспитание характера. 45.1. И как он поступает? 46.1. Помнить, что предки их Исафа и Яков враждовали друг против друга? 47.1. Это не значит, однако, что Яков разделял злобу брата, вина за который падает на Исафа. 48.1. Его в несогласии предков разрешают своих детях взаимным угощением, заставляя сыновей своих ежедневно обедать вместе, 49.1. Чтоб постоянное общение за трапезой разрешало яд злобы. 49.1. Посещали друг друга сыновья Иова с юного возраста, воспитывая в себе единодушие. 50.1. Упражняясь в мире, и друг с другом вместе ели и пили. 51.1.4. Сыновья его сходили, сделая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. 52.1. Какая отсюда польза для слушателя? 53.1. А для чего прибавил повествователь об участии сестер в пирах братьев? 54.1. Чтоб показать, какое целомудрие господствовал на их пирах. 54.1. До какой степени там не было беспорядочного и безудержного смеха и невоздержания, унижающего трапезу? 55.1. Если могли участвовать девицы, то ясно, что пиры братьев не сквернялись пьянством, но украшались согласием. 55.1. Был человек в стране уц. Голубь среди ястребов, овса среди волков, звезда среди облаков, лилия среди тернии. 56.1. Росток правды на Ниве неправды. И был человек сей непорочен. 57.1. Обрати внимание на эти слова. 58.1. У языческих философов есть такое определение человека. 58.1. Человек, говорят они, есть животное разумное, смертное. 59.1. Так определяют философы. 59.1. В Писании не найдешь подобного определения, но какой человек непорочен, праведен, истинен. 60.1. Если кто спросит тебя и потребует определить, что такое человек, скажи ему, кто непорочен, праведен, истинен, удаляющийся от всякого зла, тот человек. 61.2. А кто такими свойствами не свидетельствуется, тот не человек. 62. Если, например, у кого характер по природе добрый, но он сам по своей воле искажает его пороками, тот слышит от пророка, человек, который в чести неразумен, подобен скотам несмысленным. 63.1. Был человек непорочен, безупречен, немалая похвала. 64.2. Вникни в смысл этих слов, и ты удивишься их значению. 64.1. Одно дело обвинение, другое упрек. 65. Обвинение касается тягчайших грехов. 65. Упрек не высказывается по поводу легких ошибок. 66. Итак, писатель книги хотел здесь показать, что праведник был свободен не только от обвинений, но даже и от упрека. 66. Не только никто не мог обвинить его в каком-нибудь важном грехе, но даже и в чем маловажном он не заслужил упрека. 66. И то уже великое одобрение человеку, если его жизнь свободна от обвинений. 67. Между тем, свободным от обвинений является всякий, кого ты не можешь обвинить в пролюбодеянии или убийстве. 67. Однако, будучи свободным от обвинения в чем-либо подобном, такой человек может подвергаться упрекам, например, за гордость, за клевету, злословие или пьяность. 68. Потому-то писатель книги, желая показать, что Иов далеко отстоял и от больших, и от малых грехов, то есть был свободен не только от обвинений, но и от упреков, в чем бы то ни было. 69. Говорит, был непорочен, праведен, истинен, богочестив, удаляющийся от всякого зла. 70. Точно так же и Бог, желая показать Аврааму, что в добродетели, прежде всего, безупречность, говорит ему, благоуждая передо мной и будь непорочен. 71. Эта безупречность принимается в смысле высшего нравственного совершенства. 71. Апостол Павел, так как он имел дело с язычниками, только что возвысившимися над многобожием, оставившими пороки, 72. А отрешившимися от блуда и прелюбодеяния, не требовал высшей добродетели. 73. И когда ему нужно было поставить пастырей до вселенной, исполненной блуда и порока, 74. Между тем, как благочестие тогда не просветало, то он так писал титу о поставлении епископов. 74. Да устроишь, епископов, как я тебе повелел, если не порочен, безвинен. 75. Безупречности тогда нельзя было требовать, потому что, как я уже сказал, благочестие тогда не просветало. 75. Великое дело безупречность, а безвинность занимает средину. 76. Сравнительно со злом она велика, а в смысле добродетели – мало. 76. Поэтому и сказал апостол, имеющего одну жену, теперь в церкви это уже не соблюдается, 76. Потому что ирей должен быть увенчан с совершенной безупречностью и святостью. 77. Но так как тогда, и это уже имело большое значение, среди преданного блуду мира, 77. То апостол и говорит, да поставишь епископы, как я тебе повелел, если кто не порочен, 78. Одной жены муж, не потому что возводил этот закон, но потому что снисходил к заблуждению. 79. Он знал, конечно, что со временем, когда благочестие достигнет цветущего состояния, 78. Человеческая природа сама по себе, по своей воле, будет стремиться к добру 79. Изберет для себя путь, ведущий к высшему совершенству. 79. Непорочен. Праведен. Значит, нельзя быть праведным, не будучи, прежде того, безупреченным. 79. Истинен. Что означает истинен? Не такой, у которого слово расходится с делом. 80. Не такой, что выставляет на вид свое целомудрие, а предается невоздержанию. 80. Не такой, что стоит по внешности за правду, а в сердце своем предан неправде. 80. Этот человек истинен, и вместе с тем, богочестив. 81. В самом деле, когда имеется на лицо безупречность, праведность и истинность, тогда именно и возможно истинное богочестие, удаляющееся от всякой лукавой вещи. 81. Так и Давид говорит, любящие Господа, ненавидьте зло, потому что невозможно в одно и то же время быть богочестивым и предаваться злу. 81. Исчисляется далее и богатство Йова. Именно что он имел овец 7 тысяч, верблюдов 3 тысячи, валов 500 запряжек и ослицупавшихся 500. 81. Зачем сообщаются такие подробности? Не из удивления, конечно, перед богатством Йова, но чтобы тебе, слушателю, дать понятие о размерах его богатства. 82. Чтобы, когда вслед за этим увидишь его лишенным всего имущества и не рыдающим, ты поделился, что, лишившись стольких благ, он не сетует на благодетеля и не укоряет Создателя. 83. Значит, написано это не для того, чтобы тебе внушить удивление к его богатству, но чтобы ты оценил по достоинству твердость духа и терпение праведника, и всегда имел перед глазами страх Божий. 84. Впрочем, дальнейшая история Йова послужит предметом нашего рассмотрения в другой раз. 85. Дьявол, братья, когда увидел, что Йов умножает свое временное богатство, а при его помощи собирает себе вечное сокровище, то подумал, что если вместе с возрастанием его богатства возрастает его праведность, то вместе с уничтожением его уничтожится его добродетель. 86. В следствии этого он старается погубить его имущество, чтобы вместе с тем уничтожить и плоды его. 87. Пусть подумают об этом те, которые говорят, разве Иов не был богат? Разве Авраам не был богат? Почему же от нас ты требуешь нестяжательности? 87. На это скажу я тебе. Будь богат подобный Иову, и я пожелаю тебе еще большего обогащения. 87. Будь подобен Аврааму, и весь свет будет благословлять твое богатство. 88. Скажи ты подобный Иову, дверь моя всякому приходящему открыта. 89. Скажи, плечи нищих я согрел. 89. Скажи, от шерсти овес моих согревались плечи их. 91. Скажи, устав да вы благословляли меня, и тогда будь богат сколько тебе угодно. 92. Тогда ты окажешься не для себя обогащающимся, но для пользы бедных. 93. Дверь моя, говорит праведник, всякому приходящему была открыта. 94. Подражай его великой любви к бедным, поревнуй его терпению. 95. Поучись мужеству против врага, воодушевись его чувствами. 95. Но достаточно об этом. 96. Да пошлет же Господь наш терпение и ревность, необходимые для продолжения наших бесед. 96. Чтобы и вы требовали от нас окончания того, о чем мы начали говорить. 96. И мы предложили вам продолжение начатого. 97. Да даст он нам и праздник достойно провести, и приняв участие в страстях святых, приобщить сей страсти Христовой. 97. В самом деле, как справедливо, что страсти Христовы предваряются страстями святых. 98. Страсти святых озарили нас подобным молнием, чтобы вслед за тем явился Христос, как говорит Павел. 99. Всем сострадающий и со всеми прославляемый. 99. Итак, молитвами и предстательством святых отцов, утверждаясь сказанным и ожидая дальнейшего, будем высылать славу Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.